Иран делает шаг к примирению с Европейским Союзом. Предметом разногласия является обогащение урана, в мирных целях которого ЕС сомневается. В Европарламент прибыл замминистр иностранных дел Меди Сафари, однако основной темой переговоров стала не иранская ядерная программа, а газовая сфера. Тегеран готов стать одним из основных поставщиков газа в Европу. Мы говорили об энергоснабжении, они так поставили вопрос, и я сказал, да. Иран готов к сотрудничеству с Европейским Союзом. Наш министр топлива и энергетики заявлял об этом очень много раз. Иран открыт для подобных проектов. Последняя газовая война между Россией и Украиной побуждает руководство Евросоюза искать поставщиков в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Снижение зависимости от восточных соседей – это на сегодняшний день приоритетная задача для Европы. Однако сейчас официальные переговоры с Ираном в газовой сфере заморожены. На Исламскую Республику наложены европейские санкции. Коротко о других новостях. Евросоюз призывает Хорватию разрешить территориальные споры со Словенией, чтобы продолжить процедуру вступления в ЕС. Сейчас ее блокирует Любляна. Противоречия между двумя бывшими югославскими республиками возникли в 1991 году, когда они получили независимость. В ЕС надеются, что все ограничения на вступление Хорватии будут сняты уже в этом году. Польша не ратифицирует Лиссабонский договор до тех пор, пока в Ирландии не пройдет повторный референдум по этому поводу, заявил польский президент Лех Качинский. Однако парламент Польши уже проголосовал за новое устройство Европы и принял резолюцию, призывающую Качинского не тянуть, с подписанием документа. Работники европейских компаний смогут получить отпуск в другое время, если они проболели свой. Таково решение Верховного европейского суда. Отпуск должен быть оплачен из бюджета компании. Однако в условиях мирового финансового кризиса многие работодатели уже выразили озабоченность в связи с данным решением. ДОЙЧЕ ПОСТ По данным прокуратуры, Цумвинкель в период с 2002 по 2007 год через один из фондов перевел в банк Лихтенштейна большую сумму, не уплатив налоги. В процессе не участвует прокурор Маргарет Лихтенхаген, специалист по налоговым делам в Лихтенштейне, известная своей жесткой позицией. Она была переведена на другое место работы. Расследование дела Цумвинкеля и других дел началось в феврале прошлого года. Оно выявило, что через банки Лихтенштейна от уплаты налогов уклонялись сотни состоятельных граждан ФРГ. Скандал привлек всеобщее внимание к так называемым европейским налоговым оазисам. Греческие фермеры перекрыли движение на автомагистралях в северной и центральной частях страны. Они требуют выплаты компенсации за снижение цен на сельскохозяйственную продукцию. Четыре дня протеста стали причиной огромных пробок. Фермеры настаивают на снижении налогов, что помогло бы им выжить в условиях резко сократившейся прибыли. Однако дальнобойщики и автомобилисты совсем недовольны таким развитием событий. Сейчас дорога в Болгарию. Главная транспортная артерия Греции блокирована протестующими. Если это мясо не будет отправлено сегодня, мы потеряем 20 тысяч евро. Это катастрофа. Фермеров жалеют, но забастовка раздражает людей, застрявших в пути. Конечно, я понимаю их, но мне все это не нравится. У меня полно своих проблем, я не могу с этим согласиться. На границе с Болгарией много километровые очереди машин. Между тем, грузы дальнобойщиков, например, мяса и фрукты, могут скоро испортиться, стоя многодневной пробки. Правительство Греции заявило о готовности взять банковский займ в 28 миллиардов евро для того, чтобы повысить субсидии фермерам.